Новое видео выходит каждый день в 20.00. Как-то общался по каким-то делам, состоял у него, знаете ли, в клубе ГТАшников, скидал туда какие-то свои ранние творения, знаете ли, на основном канале Задан Семен на английском. Я все это делал, как бы все общался, меня там постоянно из вот этого, знаете ли, клуба ГТАшников хотели кикнуть, потому что говорили, что я хуйню с ним, мой поляк постоянно как-то заступался, делал все прочее. В общем-то, мы с ним общались, мне всегда казалось, что человек это как-то, ну, достаточно разумный, то есть логически, есть у него какое-то рациональное зерно, и вот все его решения, они подвергаются какому-то рациональному анализу, чтобы все было вот максимально, знаете ли, как-то вот, ну, логично, чтобы все максимально было нормально. Но то, что поляк сейчас делает, это, это ни в какие ворота, блять, не лезть, и самое страшное, самое страшное, что в этом виноваты все мы, и в том числе я в этом виноват, поэтому я в этом виноват, я это все и исправляю. Поэтому давайте как-то там, я не знаю, начнем по порядку, начнем сначала, как я обычно говорю, все вот это вот мы, знаете ли, сделаем. Потому что, ну, я, я не могу молчать в данной ситуации, меня, вот, вся вот эта вот, знаете ли, тема с GTA-шниками не особо касается, там, вот, и поэтому мне абсолютно похуй, там, кого засирать, кого не засирать, то есть, для меня в GTA-шнике все на одно лицо, отличается, там, какой-нибудь шелкоз, да и все, вот, единственное, ну, возможно, да, возможно, я могу выделить Азота, потому что у него своя подача какая-то, но, в общем-то, из GTA-шника, из всех GTA-шников я могу выделить, вот, наверное, знаете ли, более-менее каких-то, вот, таких, знаете ли, трех человек. Шелкоз за его подачу, Азот за его подачу и Поляка за кропотливую работу над своими материалами, своими видеороликами и так далее. Давайте начнем по порядку, с чего все началось. Александр Поляк, когда-то, там, уже достаточно давненько записал ролик про Зака, где сказал, что уличил его, в общем-то, в воровстве его контента, там, все это показал наглядно, где Зак повторяет слова Поляка слово в слово, и, разумеется, как бы, Поляк не смог такое терпеть, потому что Поляк, там, как он сам говорит, сидит, переводит фильмы, ищет какие-то отсылки, делает все прочие вот эти, вот, знаете ли, сравнительные анализы, а потом какой-то хуй с Ютуба берет вот это, вот, знаете ли, все факты, вот эти вот Поляка берет и просто, вот, на свой канал, можно сказать, перезаливает, просто переозвучивая своим голосом и, вот, делает все прочее. Разумеется, многим людям это не понравилось, и многие люди его тогда поддержали. Можно также сказать, что его поддержал я, однако, моя цель, вот, в данном ролике про Зак, который у меня сейчас, на данный момент, самый популярный на вот этом вот моем канале, вообще, один из самых популярных моих роликов, нет, наверное, это самый популярный мой ролик за всю историю введения GTA Ютуба, GTA Самп Ютуба, возможно, даже, потому что на том ролике уже, там, знаете ли, сколько, ну, более 24 тысяч просмотров, можно уже сказать, что там 25 тысяч просмотров стабильных, то есть, ну, как стабильных, уже тех, которые там, ну, более-менее как-то есть. Вот, однако, ладно, немного я отвлекся, немного мы все отвлеклись от вот всей этой суть, и тогда его все поддержали, и поляк, видимо, тогда почувствовал то, что он бог, то, что он всемогущий, что он, видимо, может разъебать любого, и у него есть какой-то, знаете ли, карт-бланш на сфинство. Однако, видимо, он, ну, как-то не учел, или там еще что-то, я не знаю, в общем-то, он, ну, вот я говорю, что у него какой-то появился, я не знаю, он возомнился богом каким-то, я просто, я не знаю, блядь, и он, он, видимо, думает, что реально все вокруг у него что-то воруют, что-то там делают и так далее. Вот, давайте ближе к сути. Азот сделал ролик там про какие-то скрытые вот эти вот, знаете ли, вещи в GTA San Andreas, и, в общем-то, так далее. Я посмотрел этот видеоролик, ну, большинство фактов мне было известно, да, какие-то там, возможно, некоторые факты, то есть, были мне неизвестны, я такой для себя подчеркнул, и так далее, но многие факты были вот в данном случае мне известны. В случае, там, знаете, Азота и Поляка, я подумал, типа, ну, ладно, хорошо, типа, классно, но Поляк, Поляк что сделал? Он на свою вкладку сообщества репостнул ролик Азота и сказал, что, ой, у нас тут появился второй Зэк, вот, блядь, ладно, давайте отвлечемся еще ненадолго. Блядь, меня так бесит, меня так, блядь, бесит, когда просто вот все начинают коверкать имя Зака, говорить, что он Зэк, блядь, и так далее, что это правильное произношение, и так далее. Он себя называет Зак, его подписчики называют его Зак, другие люди, неосведомленные про всю эту тему, называют его Зак, блядь, но почему-то каждый еблан, каждый долбоеб спешит тебя поправить то, что, ебать, это не Зак, это Зак, и потом такой, ха-ха-ха, как же это смешно. Я не знаю, блядь, я вот просто, блядь, это не смешно, это не, вы, блядь, это, вы позоритесь просто, вы, блядь, не, вы реально позоритесь, блядь, вот этой хуйней, я, блядь, я охуеваю, чуваки, блядь, ну вы серьезно, ладно. Все, не важно. В общем-то, в чем было дело, Азот выпустил ролик, где несколько фактов сошлись с роликом Поляка, вот, и, то есть, и Поляк сказал, ебать, у нас тут второй Зак, а-а-а-а, он, блядь, украл, у меня ебаные факты. И я посмотрел ролик Поляка, аналогичный, ну, как я понял, аналогичный, да, некоторые факты были там похожи, отдаленно, что-то там было, но при этом, понимаете ли, у Поляка своя подача, у Азота своя подача вот этих вот всех фактов и всех прочих вещей. Ну, и, я, я, я на это смотрел, блядь, я подумал сначала, что Поляк рофлит, но нет, вот даже у него, знаете ли, на вкладке сообщества спросили, а где вот плагиат-то конкретно, вот где, я не знаю, плагиат, вот где вся эта штука-то, ну что, где вот там это? И он даже расписал, где там было, вот, то есть, там, первый, второй, третий, четвертый, пятый и остальные понемножку, ну, как-то так он там написал, я уж точно не помню, это не имеет особого значения. Я просто, я, блядь, Поляк, понимаешь ли, в чём, давай я тебе немного, спущу тебя с небес на землю, да, всё-таки, давай сделаем вот так вот, понимаешь ли, в чём дело? Ну, ну, вот, давай разберёмся немного, понимаешь ли, в чём дело? GTA San Andreas, это открытая для обследования, для расследования и для всех прочих вещей игра. Любой человек может зайти и начать расследовать игру GTA San Andreas, её может скачать любой, её может любить, блядь, её, блядь, любить нахуй, её может, там, я не знаю, купить абсолютно любой человек и начать своё вот это вот расследование, понимаешь? То есть, даже вот если зайти на Яндекс Дзен, ебаный, ввести туда, блядь, в поиске, в поисковике, там, какие-то, блядь, я не знаю, теги задать, вот эти вот, знаете ли, скрытые вещи GTA San Andreas, там, блядь, тоже будут вот эти вот штуки, и причём некоторые статьи на Яндекс Дзене, они были выложены даже раньше, чем ролики Поляка. Ну, серьёзно, блядь, там даже есть факты, которые Поляк ещё даже никогда не обнародовал, блядь, ну, серьёзно, вы можете зайти, написать, там, какие-то скрытые вот эти вот пасхалки, GTA San Andreas, там, скрытые вот эти вот, знаете ли, штуки остальные в GTA, там есть даже вещи, которые никто никогда не рассказывал, блядь. То есть, это пиздец, почему-то Поляк, блядь, ну, я не знаю, он привык всех обвинять, ебать, все у него пиздят, один он, блядь, Д'Артаньян, сука. Вот такое вот бывает, вы просто человека поддержали, я даже поддержал в какой-то степени, и вот такая хуйня произошла, сейчас он просто, блядь, гдашников всех душит, нахуй. Ну, это пиздец, блядь, это пиздец, люди хотят что-то делать, что-то снимать, блядь. Я понимаю, ладно, я понимаю, если бы, блядь, Азот скачал ролик Поляка полностью, как ты его переозвучил и выложил это вот на свой канал, там, я не знаю, с тем же названием, с тем же, с той же, блядь, превьюшкой и со всем прочим, блядь. Вот это я понимаю, вот это да, я бы сказал, Азот, ебать ты, пидорас, нахуй ты такое сделал, блядь. А тут просто, блядь, человек рассказал общедоступные факты, которые доступны абсолютно точно всем, блядь, и на него вот эти вот ебаные долбоёбы из аудитории Поляка взъелись, блядь, говорят, ебать придумай авторский контент, поляк. А записывать GTA San Andreas случайно не ты придумал, блядь. Ну вот, ну мало ли, блядь, возможно, мы все у тебя что-то, блядь, пиздим, или чё, вот у меня сейчас на фоне геймплей идёт с GTA Sampa, блядь, там карты GTA San Andreas, может, я у тебя тоже что-то спиздил, блядь. Ну, блядь, это невозможно, сука, работать на одной площадке с таким человеком, блядь, просто у которого, блядь, одно какое-то разоблачение рандомное зашло, блядь. Да там, блядь, любой долбоёб, школьник, блядь, на ебаном этом мобизене записывал хуйню свою, блядь, у него и то там несколько тысяч просмотров ролик набирал. У тебя там с начальной аудиторией, с каким-то начальным, вот у него, знаете ли, со стартовым звеном, вот эта вот аудитория, у тебя ролик зашёл там на несколько, там, десятков, сотен тысяч просмотров, блядь, у тебя ролик зашёл сразу, ебать я бог, я его разъебал, чё я могу снять бог теперь, блядь. Теперь все пиздят у меня, блядь, все факты, охуеть, поляга, блядь, ну давай завязывай, я хочу извиниться перед всей GTA Sampa аудитории, которая есть у меня на этом канале. Я извиняюсь за то, что, как-то, знаете ли, посвятил вас немного, не в тот курс дела, да, не в GTA Sampa ютуберов, а просто в GTAшников, но меня, меня взбесило, блядь, когда я вижу какую-то хуйню, я просто, я не могу молчать, блядь. Когда просто какой-то человек возомнил себя непонятно кем, блядь, и диктует всем условия того, чё они, блядь, должны делать. Да пошёл нахуй, поляк, блядь, пошёл нахуй с этой хуйнёй, блядь, я просто не знаю, поляк, а ты вот знал, что, я не знаю, записывать геймплей GTA San Andreas придумал я. Ну, ну, ты не знал об этом, да, ты, блядь, не знал просто, я не знаю, блядь, и вот ещё, знаете, ЗАГ, там, я не знаю, АЗОТ, все прочие, вот эти вот, знаете, подписчики поляка, они же сами нихуя не могут, они как стервятники уже могут нападать на побитого какого-то человека. Так же с GTA San Andreas, вернее, просто с GTA-шниками, которые как-то поддержали этого поляка, мы ж по идее все, блядь, какие-то трупоеды, мы просто стервятники, понимаете ли? Но про поляка, ну, ни одного ещё ролика нет, где бы человек сказал просто, что поляк несёт хуйню, давайте я буду первым, блядь. Словлю там отписки от людей, которые пришли там от поляка, от реактивного GTA-шника, от прочих людей каких-то, блядь, похуй. Отписывайтесь все нахуй, проебу всё из-за того, как я выражаюсь, мне похуй, блядь. Абсолютно похуй, я ненавижу людей, которые делают то, что делает сейчас поляк. Ой, в пизду, блядь, всем спасибо, всем пока.